Состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА, газета «Ре-спорт». Екатерина Кулиничева в регулярном чемпионате НБА состоялись очередные пять матчей. В одном из центральных противостояний Хьюстон взял верх над Фениксом благодаря 40 очкам своего лидера Джеймса Хардена. Феникс Санс, Хьюстон Ракетс, 118 к 127, 23-41, 38-29, 28-18, 29-39. Богатырь Попович Грек Попович одержал тысячную победу в качестве тренера НБА, Вашингтон уверенно победил Орландо, Атланта. По-настоящему валидольным для болельщиков Хьюстона получился гостевой матч с Фениксом. В начале встречи благодаря впечатляющему рывку гости получили преимущество плюс 18, которое затем умудрились разбазарить. По итогам третьей четверти уже хозяева вели с преимуществом в одну очку. Но в заключительном игровом отрезке обладатель самой кладистой бороды в НБА Джеймс Харден, покинувший площадку в третьей четверти из-за травмы левой руки, вернулся и, словно герой классического боевика, вышел на сцену и всех спас. Ровно половина из 40 набранных за матч очков одного из самых результативных игроков лиги пришлась именно на четвертую четверть. В дополнение к этому Харден сделал 12 подборов и 9 передач, совсем немного не дотянув до впечатляющего трипл-дабула. Отметим, что за последние два матча Харден записал на свой счет 85 очков. А в общей сложности он набирал как минимум 40 очков в шести матчах нынешнего сезона. Россиянин Алексей Швед участие в игре не принимал, не попав даже в заявку. Согласно официальному сайту НБА, баскетболист пропустил встречу по личным причинам, но никаких дополнительных деталей не сообщается. Отметим, что последний раз Швед выходил на паркет в составе Хьюстона в конце января. Последнее время он получал сравнительно мало игровых минут. В составе Феникса 32 очка набрал Эрик Блица. Чикаго Буллс, Сакраменто Кингс, 104 к 86, 32, 26, 27, 23, 27, 15, 20, 22. Лав затмил Джеймса, Ирвинга и Мозгова Клевленд обыграл Лейкерс благодаря 32 очкам Кевина Лава и игре под кольцом Тимофея Мозгова. Мемфис оказался сильнее Атланты, Буллс одержали. Один из лидеров Восточной конференции Чикаго на своей площадке в комфортной обстановке разобрался с аутсайдером Запада Сакраменто. Хозяева доминировали на паркете по ходу всего матча и сняли все вопросы о победителе уже в третьей четверти при активном участии Пау Газоля. А затем, имея 20-очковое преимущество, даже великодушно позволили сопернику оставить за собой заключительный игровой отрезок. Испанский лидер Чикаго записал на свой счет 26 очков и 16 подборов. 24 очка в активе его одноклубника Тони Снила, который провел отличный матч. В составе Сакраменто 24 очками отметился Рудигей. Другие результаты игрового дня Мемфис Грислис, Бруклин Нец, 95.86, 32.15, 20.25, 23.22, 20.24. Хозяева уже после первой четверти заработали преимущество в 17 очков, что позволило им в дальнейшем контролировать ход встречи. Россиянин Сергей Карасев был включен в заявку Нец, но стал единственным, кто так и не появился на площадке. Клубу Михаила Прохорова, чья черная полоса затянулась до 7 поражений в последних 10 матчах, остается надеяться, что после перерыва на матч всех звезд не команды воспрянет духом и сможет переломить ситуацию. Лос-Анджелес Лейкиш, Денвер Нагетс, 96.106, 29.24, 19.21, 23.26, 25.35, Шарлотт Хорнец, Детройт Пистонс, 78.106, 27.26, 19.28, 14.29, 18.23. Три другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице НБА. Читайте также.